всем привет наконец-то настал этот момент когда мы вновь можем поговорить про компанию essential если кто не помнит или вообще не знает данную компанию основал создатель android энди рубин у них есть всего один продукт от смартфон essential phone который мы естественно снимали он был крутым действительно был очень классный телефон но стоил каких-то баснословных денег потом он подешевел до 250 долларов и вдруг превратился в действительно полезный и хороший продукт за свои деньги и наконец проходит уже получается два с лишним года энди рубин публикует в своем твиттере фотографии абсолютно необычного смартфона я уж не знаю будет он называться essential phone 2 или как-то по-другому но согласитесь выглядит это крайне интригующе кстати возвращаясь к essential phone вам может быть будет интересно посмотреть на него в 2019 году он сейчас вообще дешево стоит может быть стоит купить и рассказать еще раз если да тогда жду от вас лайк и комментарий об этом новая модель essential честно говоря напоминает пульт от телевизора с очень вытянутым экраном за что ругают sony хотя я не понимаю почему по мне это может быть даже удобно но вот что из себя данный смартфон будет представлять мы сейчас разберемся потому что здесь главное не внешний вид а именно юай но после небольшой рекламы а спонсор сегодняшнего выпуска бэкит по-настоящему выгодный кэшбэк сервис бэкит предлагает высокий процент кэшбэка а также сервис работает с почти тысячи магазинов и имеет кучу партнеров я не буду рассказывать вам как пользоваться подобным сервисом вы уже и сами все знаете лучше расскажу о его преимуществах бэкит помимо того что имеет удобное расширение для браузеров удобные приложения получил одну интересную фишку можно совершать кэшбэк с оффлайн покупок то есть вы купили где-то оффлайн просто отсканировали в приложении чек и деньги вернулись вот это действительно что-то новенькое для меня пользователи бэкит могут вывести деньги очень быстро и самое главное то что минимальная сумма вывода всего 10 рублей есть также реферальная программа то есть вы приводите друга и получаете дополнительный кэшбэк но естественно без бонуса от меня не обойдемся если вы перейдете по ссылочке в описании зарегистрируйтесь сервисе и при регистрации введете специальный промокод розетки здесь ничего сложного то вы получите повышенный кэшбэк на мою любимую категорию электроника а самый прикол в том что 10 пользователей из вас кто зарегистрируется естественно получат стопроцентный кэшбэк на любую покупку через 30 дней определяется все это рандомом так что переходите по ссылочке не забывайте кликать там в описании все условия подробно ну и в целом мы несколько недель тестировали бэки действительно один из самых выгодных кэшбэк сервисов если не самый выгодный с высоким процентом кэшбэка поэтому пробуйте возвращаемся к смартфону нам показали 4 цвета все они необычные с градиентом меня очень прикалывает то что там нет стандартных черного и белого на мой взгляд ну если уж телефон совсем необычный то и цвета должны соответствовать данному тренду сзади всего одна камера довольно большая под ней сканер отпечатка пальцев а спереди дисплей с одинаковыми рамками по краям и с вырезом под камеру верхнем левом углу юзер интерфейс что это вообще это android непонятно нам ничего про это не сказали на android по крайней мере совсем не похоже есть всего несколько скринов с экраном данного телефона вот например карты таким образом выглядят возможно android возможно нет как будет происходить взаимодействие с жестами с нажатиями непонятно но очень интересно а вот так допустим выглядит многозадачность либо вообще это рабочий стол то есть мне кажется что энди рубин у себя в своей каморочке посидел и подумал блин но android он все-таки одинаков для всех смартфонов может быть стоит сделать что-нибудь новые карточки посмотреть на то что google предлагаются свои функции и действительно сделать новый интерфейс возможно даже не android это будет еще круче в общем да хочется уже покрутить в руках хочется посмотреть насколько это удобно и возможно действительно будущее в карточках каких-то контекстных приложениях не иконки а вот именно получаемая информация я думаю что энди рубин совсем не дурак и он знает что делает однозначно было бы глупо выпускать смартфон на новой операционной системе под которую нет приложений но здесь может быть несколько вариантов допустим google взяли свою функцию и например сказали энди сделай самый первый коммерческий продукт с ней а приложение от android там пока что будут работать такой вариант возможен возможно это просто перепели на android либо какая-нибудь сэл фиш уэс от энди рубина которая также будет поддерживать приложение от android в общем думаю в этом плане проблем не будет то есть что-то да придумают а вот когда это покажут большой вопрос после публикации фотографии компания сказала то что сейчас этот продукт находится на раннем этапе тестирования им очень хочется о нем рассказать подробнее но это случится немного позже сразу понятно что подобный телефон провалится здесь гадалки не ходи но еще конечно все зависит от цены но я не думаю то что многим захочется поменять свой samsung пиксель iphone на нечто подобное мне просто интересно потестировать возможно это удобно но здесь самое главное то что подобные продукты стали появляться мы возвращаемся во времена nokia когда смартфоны действительно были разные у нас сейчас есть изогнутые смартфоны которые раскладываются мимикс альфа появился и вот нечто от энди рубина меня лично это очень радует и вот здесь возникает одна интересная мысль представляете если мы получим подобные смартфоны они станут популярными но при этом они будут раскладываться то есть у тебя тонкий вытянутый смартфон которым действительно возможно удобно пользоваться и если тебе надо ты разворачиваешь его в полноценный большой смартфон думаю дюймов 78 там также поместится если развернуть его в две части почему бы и нет и вот здесь если кто-нибудь до этого додумается стоит посмотреть на made x от huawei потому что экран должен быть снаружи чтобы телефон был максимально тонкий ты развернул и пользуешься здесь история с galaxy fold вряд ли подойдет потому что устройство будет попросту толстым а вот как мы и тыкс вполне пишите что вы об этом думаете и да стоит ли взять essential фон первого поколения на обзор сейчас я напоминаю что у нас сейчас проходит розыгрыш просто целой кучи смартфонов а еще скоро мы разыграем 10 mi band of и кое-какие классные часы поэтому заранее подписывайтесь на канал и поставьте колокольчик а я с вами прощаюсь всего вам доброго